Краснодар вошел в отопительный сезон без сбоев. Это значит, что все коммунальные и энергетические службы работают в штатном режиме. Об этом мэр города доложил губернатору на краевом селекторном совещании. В нем приняли участие руководители всех городов и районов Кубани и ресурсоснабжающих организаций. В целом по Краснодару при подготовке к отопительному сезону было потрачено больше 600 миллионов рублей. Построены новые трубопроводы в Комсомольском микрорайоне и в районе улицы Речной. В юбилейном проведен капитальный ремонт. Помимо этого, к новой котельной на Восточно-Кругляковской хотят переключить часть нагрузки с центральных улиц. На совещании отметили, что теплоснабжающие компании Краснодара сейчас находятся на хорошем счету и не имеют больших задолженностей. В то время, как другие города и районы крайне заплатили поставщикам газа более 2 миллиардов рублей. Губернатор потребовал разобраться и принять самые жесткие меры. Отопительный сезон на Кубани начался вовремя. Правда, какой ценой? Это уже отдельный вопрос. Чтобы это произошло, пришлось подключаться и к краю. Были проведены неоднократные переговоры с компанией «Газпром», в результате которых нам удалось добиться реструктуризации долгов за газ целого ряда муниципалитетов со сроком погашения до двух лет. Речь о сумме порядка более миллиарда рублей. Пора уже жестко, я считаю, ставить вопрос о злостных неплательщиках. Есть такие, которые не платят годами, причем как жители, так и организации. По каждому конкретному случаю нужно разбираться детально и дойти до каждого дома, до каждого предприятия. Глава Краснодара отметил актуальная проблема для города в зимний сезон – бесперебойное энергоснабжение. Губернатор призвал энергетиков как можно быстрее решить проблему и с нехваткой электроэнергии в центре Краснодара. Ткачев подчеркнул, городу жизненно необходимы новые мощности. Влияют нагрузки, связанные с периодом, в частности зимой, с теплоснабжением, летом, с жарой. Но у нас, к сожалению, эти отключения происходят не по этой причине. А бессистемно мы даже сами не знаем, каким образом. Тогда, когда и нагрузки нет, но практически дня не проходит, чтобы не состоялось отключение там и в другом месте. Поэтому есть сегодня все-таки такие причины, по которым нам надо разобраться и максимально сосредоточиться на устранении узких мест в работе. Чтобы обеспечить беспребойную работу подстанции, которая питает центр города, ее необходимо отремонтировать. И обойдется это приблизительно в 3,5 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что сумма, конечно, приличная, но без обновленной подстанции обеспечить беспребойную подачу света не получится.